Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новый крутой скрипт для BladeBall. Для этого переходим на мой личный сайт по ссылке в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео о том, как его скачать и получить на него ключ я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Сложного там в принципе ничего нет. Дальше после того, как скачали чит в поиске, пишем BladeBall, нажимаем поиск, переходим обратно во вкладку Home и вот находятся скрипты. В принципе уже довольно много появилось скриптов на данный режим, но как по мне, самый более-менее лучший из них это вот второй по счету. Сегодня как раз я его показывать буду. Он самый многофункциональный, здесь очень много всяких разных функций. Дальше, чтобы его получить, нажимаем кнопочку Get. Вот появляется скрипт, мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, дальше в чит вставляем скрипт, нажимаем кнопочку Inject и ждем пока заинжектимся. Так, все отлично, Inject прошел. Все, что остается, это нажать на кнопочку Xcode. Нажимаем и ждем пока загрузится сам скрипт. Так, все, вот он загрузился, отлично. Из АФК выходим, чтобы меня сейчас перекинуло в раунд. Значит, смотрите, здесь первая функция это идет выбор модок, с которым вы будете играть. Нормальный мод, он такой самый простой, самый изичный, типа, при этом моде мало шансов то, что вы победите кого-то, но и в целом выиграете. Значит, включаем функцию автоперри, потом автоклик, еще автоклик и перри антикулдаун. Эти функции все, которые мы сейчас включаем, естественно, автоклик отвечает за автоклики, потом автоперри это автоматическое отбивание этого меча вроде бы как. Так, и антикулдаун это получается, чтобы не было задержки удара, либо этого парирования, не знаю как это точно тут называется, скажем так. Я пробовал включать функцию также автоабилити, но почему-то, когда я включаю эту функцию, у меня другие функции перестают работать. То есть, и здесь еще написано бета, то что работает, скорее всего, с ошибками. Так, вот, как видите, кого-то убил, отлично. Ну, кстати, давайте посмотрим, может быть, я и с нормальным модом смогу выиграть. Я, конечно, до конца не проверял. Вообще, в целом, в чем отличие? Смотрите, между нормальным модом и V3 особо отличий никаких нету. Единственное, V3 работает чуть получше. Мод оп, он телепортирует вас на этот шарик, когда вы его будете отбивать. Вот, смотрите, я включил этот оп-мод, и меня начало телепортировать к этому шарику. И с помощью этого мода, естественно, я с большой вероятностью буду всех побеждать. То есть, у меня не будет долгого поединка с игроком. И все-таки я здесь проиграл, как видите. Ну, бывает такое иногда. В принципе, либо сработает, либо нет. Ну, в основном я использую V3, когда играю. Дальше здесь идет настройка дистанции. Вообще, в целом, здесь настройки, как видите, уже выставлены. Они выставлены самые оптимальные, которые можно было выставить. Но, если вдруг вас эти настройки не устраивают, вы можете, естественно, их под себя подредактировать. Как хотите. В целом, здесь, я думаю, по названиям и за что они отвечают, я думаю, поймете. А дальше, look at ball, это получается, скорее всего, следить за мечом. Да, как видите, я включил эту функцию, и мой персонаж начинает следить за мечом. Отлично. Дебаг мод, не знаю, за что он отвечает точно, но что-то он там фиксит, если у вас какая-то проблема будет возникать. А, look. Не пойму, как это правильное слово прочитать. Это тоже что-то связанное с дистанцией. То есть, будет, короче, определенная какая-то дистанция. И на этой дистанции вы будете отбивать вот этот мяч, который летит. Или шарик. Как-то так. Так, идем дальше. Это aimbot. Честно, его не проверял. Давайте проверим. Допустим, камеру выберем. Потом aimbot to ball. Target. Ага. Так, это у меня камера сейчас следит за игроками. А не за мечом почему-то. И потом, следующая функция тоже aimbot. Так, а она зачем следит? Тоже за игроками. Окей. Ладно. В целом, кто хочет, я думаю, в этих функциях разберется. В принципе, они уже не особо важные. Но, если хотите, можете изучить и использовать тоже. Shop. Здесь у нас получается магазин. То есть, с помощью этих функций вы можете покупать, допустим, мячи. И тому подобное. В принципе, неинтересно. Дальше SP. Можно включить SP на мячик. На игроков. И на ball target. Это получается... Вообще, по идее, как переводится на дистанцию мяча. Но почему-то... А, вот оно заработало. Я понял. Чуть по-другому оно пишется. А, ball target. Ball target, это... Ball target, точнее. Это, получается, показывает полоску, на кого сейчас летит мяч. То есть, смотрите, она иногда становится желтой. И если полоска становится желтой, значит, мячик летит к какому-то игроку. Как-то так. В принципе, тоже прикольные функции. А здесь какой-то мануал. Тут ключ какой-то просит. Скорее всего, наверное, на платную версию. Возможно. Информация. Кто создал. Короче, в целом, в принципе, на этом все. Я думаю, нормально показал, объяснил все функции более-менее. А если что-то неправильно сказал, можете поправить меня в комментариях. Так, мячик летит. Ну, давайте попробуем выиграть этот раунд. Включим сейчас оп-мод. И пробуем все-таки сейчас с ним выиграть. Но, как видите, не получилось. То есть, иногда бывает такое, что зависает эта функция. Как-то так. Ладно, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был AceBan. Всем удачи и пока.